В Большом зале Петербургской академической филармонии состоялась премьера Радонежской оратории композитора Владислава Малаховской и поэта Евгения Лукина. Это событие прошло в рамках концерта, посвященного 700-летию преподобного Сергия Радонежского. Подробности смотрите в следующем сюжете. В первом отделении концерта прозвучала демественная литургия. Во время октябрьских боев 1917 года, отрезанный от мира при свете коптящей свечи, Александр Греченинов создавал музыку о судьбе России. Именно в таком варианте православная литургия, основанная на древних напевах, за столетия облетела весь мир. Благодаря ей люди, которые никогда не соприкасались с православием, узнали его красоту. Именно на концертных площадках, именно для тех людей, которые еще не вошли в храм, исполнение литургии в концертном таком варианте является необходимым приобщением к православной культуре. И я уверен, что то зерно, которое посеяно в их сердце, может быть, для многих это исполнение было впервые, они впервые это услышали в концертном зале филармонии, вот это зерно посеяное потом обязательно прорастет, и я думаю, у них будет желания прийти в храм и увидеть уже, как эта литургия осуществляется, скажем так, на практике. Во втором отделении состоялась премьера. Житие преподобного Сергия Радонежского на ноты и стихи переложили поэт Евгений Лукин и композитор Владислава Малаховская. Их творческое содружество началось с кантаты «Пересвет», премьера которой состоялась два года назад. Родившееся вокально-инструментальное повествование о герое Куликовской битвы Иноке Александре Пересвете вдохновило Евгения и Владиславу на написание Радонежской оратории. Я родилась в городе Загорске, это Сергия Фасад, и прожила там до восьми лет, мой папа военный в этом городе служил, и очень много связано моих детских воспоминаний, впечатлений строится Сергия Валаврой. Я смотрела там фрески, изображающие святого Сергия, и эта тема меня с детства как-то вот так волновала. Историческими источниками для либретта послужили памятники древнерусской литературы «Задонщина», сказания о Мамаевом побоище «Житие преподобного Сергия», написанное Эпифанием Премудрым. Центральное событие повествования – благословение московского князя Дмитрия Ивановича на сражение с монголо-татарами и сцена Куликовской битвы. Сергий Радонежский не оставил каких-то письменных работ, которые отражали бы его богословские взгляды и так далее. Это был один из самых молчаливых святых Древней Руси. Ну какое великое наследие! Одним жестом он благословение, одним вот этим знаком, он создал целое государство. В 2014 году вышла составленная Евгением Лукиным антология произведений русских писателей «Святой Сергий Радонежский. 700 лет». В книгу вошла поэма самого автора-составителя «Радонежская оратория». «Радонежская оратория».